Коричневый. 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 Коричневый, да? Коричневый хочешь? Да. Вот мотоцикл. И коричневый. Что нарисовать? Что коричневый? Всем привет. Привет, привет, привет. Софийка, скажи привет всем. Привет. Привет, привет, привет. Софийка, скажи качки. Качки скажи. Привет, качки. Софийка, скажи что-нибудь? Мамуля. Привет. Машинка, подожди. Как у вас там? Что новенького? У нас все отлично. Клевая, малая. Да, да. Постарались. У нас тоже холодно. Холодно. Привет всей семье. Холодно. Поэтому пока сидим дома. Когда новые выпуски? Следующий выпуск скоро будет. Тело время с Рони Коллиманом. И еще один новый проект скоро выйдет. На ютубе со мной. Как кино? Кино. Отлично. Сегодня нет тренировки. Как нет? Поедем вечерком. Пиано, синтольщик. Ну, надо полагать, да. Мне жалко Рони. Жалко, конечно. Жалко. Расскажи, пожалуйста, подробнее про амилопектин. Амилопектин, крахмал, углевод быстрый. Но есть плюсы. Во-первых, это усвояемость гораздо быстрее и в процентном содержании выше, чем даже у сахарозы и декстрозы. Вот. И поэтому я выбираю амилопектин. Привет, привет, Казань. Что ел на завтрак? Греча и вишенка. Иди, покажи Софиечку. Софи, как ты там? Посмотри. Ты чего расстроилась? Ты чего так расстроилась? На, 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 рисуй. Коричневый сейчас достану. Тут беда, ребята, у нас тут коричневый пропал, поэтому, говорит, не переживать. Вот коричневый. Сколько весишь? Сейчас в районе 115. Январь отдыхаю, поэтому похудел немножко. Внутри 5 килограмм. Если две тренировки в день, неплохо ли это? Смотря какие тренировки и смотря какое восстановление. Если должное восстановление, а это сон, еда и отсутствие работы, то это нормально. При других условиях все-таки перебор. Вспомнил на тайские каникулы, гречки тащили. Да, было дело. Сколько Арина жмет от груди? Сотку. Хороший ответ, зайка. Какой максимальный вес? Что там, зайка? Ой, ребят, зайка, говорю. Что там, зайки? Зайки мои. Смотрю вас с дочкой. Привет, привет, дочке. Привет. Кабаик, ты уже сапожки одела? Иди, папе, покажись. Батюшки, это что за сапожки такие красивые? Сапожки уже готовы. Батюшки. Вы только поглядите на эти сапожки. Уже снять? Правильно, не надо по комнате ходить. Сапожки. Шокированы сапожками нашими, да? Не кучайте, не кучайте. Новый год дома. Да. Да, 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 да. Планируете мелкую к железному спорту приучать? Да, нет. Нет. Не планируем. Поехать на Фиба? Да, увидимся на Фиба, если что. Кто из Европы? Какой твой основной источник дохода? Тренируешь? Нет, не тренирую сейчас, ввиду отсутствия времени. Источники дохода разные. Все о них, кто в теме, знают какие-то разные проекты, так или иначе связанные со спортом. Что там произошло? Книжечки. Что там произошло? Книжечки у нас. Скажи, Софийка, как у тебя фамилия, как тебя зовут? Цветочки. Какаяся цветочки. Цветочки. Давай разбираться. Какие цветочки и какого цвета? Будем разбираться с тобой? По поводу семинара в Астане, как связаться. На e-mail, либо в любую из соцсетей. Пишите. Что из углей лучше на сушке, наверное, да? Или для углей. Что ты имел в виду? Напиши, пожалуйста. Заведите дочке перископ. Сколько углеводов и жира употребляешь на сушке? Ну, в зависимости от периода. Самое главное, что хочу сказать по поводу сушки углеводов, это крайне не советую резко урезать углеводы. Это, как правило, большой стресс для организма, который провоцирует не только жиросжигание, но и мышечная масса теряется. Поэтому постепенно, постепенно убираете 50 граммов в неделю углеводов. И доходите, собственно говоря, до того момента, пока прекращается процесс жиросжигания. Если он прекратился, вы чувствуете, то тогда еще убираете 50 граммов углеводов, допустим, из рациона. Либо добавляете кардио, ну, варьируйте. И количество углеводов, которые, минимум, да, которые необходим, чтобы сжигать жир, у каждого свой. Некоторые на 50 граммах сушатся, некоторые на 200-300 граммах. Поэтому тут нужно просто потихонечку урезать, урезать и смотреть, как реагирует твой организм на сушку. Первый год тренировок, сколько килограмм набрал? Ну, порядка 20-17, вот так вот. Первые годы, они, конечно, самые золотые. Альберт, привет. Просто видел, что макароны едят, и рис, и дречу, что лучше все же, как ты думаешь? Я думаю, что лучше разнообразие. В каждом виде углеводов, как и в белке, есть свои микроэлементы, нутриенты, которые нет в других источниках белка. Поэтому на одном виде белка или углеводов в Украине не советую сидеть. Все в разнообразии. Конфетки. Конфетки. Синяя конфетка, да? Красная. Красная конфетка. Силая. Зеленая, да. Так, давайте еще по делу вопросы. Гуси. Динозаврики, да? А где китина к море? Вот он. Не надо. Не надо. Не надо? А что надо, Софейочка? Что тут-то делать? А где твоя кися, Софейка? Где кися? Покажи. Покажи кися. Иди кися, покажи. Покажи кися, возьми и покажи. Где там твои кися? На, покажи свою кися, любимую. С какой-то кися. Не хочешь? Не хочешь? Не хочешь? Не хочешь? Книжечку хочешь читать? Ну, давай книжечку. Сыр не едим на сушке и вообще не едим, потому что я не очень доверяю молочной промышленности и сырам тем более. Какая первая машина была? Ну, в поселке Пурпе, я оттуда, это моя родина, копейка. Как относится к Энерджи диет? Ну, конечно, отрицательно. Творог тоже не употребляем. Топовые добавки для натурала, посоветуй. Ну, для натурала я бы посоветовал, помимо, конечно, всяких аминокислот и БЦА, хорошо креатин. Вот, на неискушенный организм, всякими явствами гормональными. Креатин хорошо. Чаечек? Давай, зайка. Так, какие упражнения наверх груди, какая сейчас мышечная, как поддерживаешь длину волос бороды. Ой, что-то как-то вообще не парюсь. Тримером прохожусь иногда. Так, по поводу предыдущего просто забыл, ребят. На ужин белки и клетчатка, углеводы всегда исключаешь? Нет, не всегда. Практически всегда на ужин ем и углеводы. Не считаю, что это... Если, ну, комплексные углеводы, я не считаю, что они пойдут в жир там и так далее. Вот, потому что, когда большая мышечная масса, сами понимаете, такой мини-завод по сжиганию калорий, поэтому в межсезон ем углеводы и на ночь. Почему не бреешь бороду? Стоит? Про тест-бустер или тестостерон. Не успел прочитать. Напишите еще раз, ребят. Что посоветуешь делать, если мышцы после тренировки болят больше недели? Понижать интенсивность? Тут два момента. Либо ты резко повысил интенсивность, потому что больше недели – это действительно большой срок. Либо утяток на постоянной основе. Вот ты напиши, я тебе скажу, что делать. Для собственного теста посоветую добавки. Ну вот, к тест-бустерам я отношусь не очень... Так, не все тест-бустеры одинаково хороши. Скажи, пожалуйста, свой возраст по поводу теста-бустеров. Какую музыку слушаешь? Ну, я на самом деле меломан. Люблю... Люблю Высоцкого. Люблю русский рок. Люблю Зимфиру. Люблю Ленинград. Люблю послушать. Попсу тоже слушаю. Из зарубежного, в основном, там, рэп, рэнби направление. Так, 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 так. Дожжигаем. Ага, ничего не понял. Постоянно, на полном деле, болят. Дольше вверх груди и спина отходят. И вот, если постоянно, это говорит о том, что у тебя мало восстановления. Поэтому, как правило, мало белка в рационе и аминокислот. Поэтому ты на вот это делай ставку, добавляй. Если не можешь есть из обычной пищи много белка, добавляй БЦА, добавляй аминокислоты. Глютамин хорошо восстанавливает. И побольше сна. То есть у тебя мало восстановления, если всегда так болят. Привет, Андрей, я учусь в первой школе, поселок Пурпео. Про тебя недавно Евгений Николаевич говорил. Евгений Николаевич, это учитель физкультуры, по-моему, да? Спасибо большое. Там тоже привет всем. Что ты многого добился истории. Ну вот, когда я уже заканчивал школу, наверное, он только пришел. Вот не совсем... А как фамилия? Не совсем я уже вот этих достаточно молодых учителей помню. Тюрин. Ну вот, что-то знакомое. Ну, большой привет, большой привет всему поселку Пурпео. Очень ностальгирую, я иногда скучаю. Вот, надеюсь, что как-нибудь приеду на родину. Можно ли качать два раза в неделю отстающие группы мышц? Хороший вопрос. В зависимости от группы мышц и от сплита. Вот, я бы никогда не советовал качать отстающие руки два раза в неделю. Их можно качать два раза в неделю только при одном условии. Если снижена нагрузка до 50% на грудь и на спину. Вот, потому что если вы качаете в полную силу и грудь, и спину, и руки, и второй раз руки, то это однозначно перебор. И вообще я не очень верю в то, что руки растут от два раза в неделю. По мне так лучше схема работает наоборот сократить тренировки. То есть поставить, допустим, одна неделя только бицепс, но ударно так целую тренировку. Вторая неделя только трицепс. Вот, вот это дает результаты. Это на руки. А что касается таких больших групп мышц, то безусловно да. Безусловно да. Допустим, ноги, либо спина действительно лучше прогрессирует, если добавляешь их два раза в неделю. Ну, не забывайте про восстановление, конечно. В таком стиле. Так, как качать икры? Количество повторений и особенности тренировки. Значит, особенности тренировки – это полное растяжение. То есть между каждым подходом я стою и растягиваю икры. Я считаю, что это самое основное в тренировках на икры – это вот стоять. Это больно очень, да, между подходом, потому что уже кровь наполнила ваши икроножные. Вы стоите и растягиваете по одной ноге. И самое главное – это полная амплитуда. То есть я делаю в два этапа, чтобы полностью растянуть ногу. Потом до середины довожу и еще, так сказать, прыгаю, да, и довожу до максимального сокращения. Вот всегда я делаю в два этапа, чтобы амплитуда была максимальная. Что же касается повторений, то в районе 20 всегда, не ниже 20. Так, 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 так. Одну неделю в таком стиле на бицепс только сколько упражнений делать. Ну, получается 3-4 упражнения за всю тренировку, то есть интенсивные. Он будет очень долго отходить, да, и в эту неделю сократить нагрузку на спину. Вот, потому что, чтобы он восстановился. Вообще руки хорошо растут уже после тренировки, когда отдыхают. Поэтому вы стройте свой сплит так, чтобы после рук не было ничего, там, допустим, на грудь или на спину. Как правило, после рук идет либо отдых, либо ноги. А еще лучше отдых и ноги, чтобы руки хорошо восстановились. И тогда будет прогресс. Какой сейчас сплит и программа тренировок? Ну, прям в данный момент у меня немножко отдых в январе, кто знает уже. Вот, традиционно у меня уже пятый год. В январе я немножко отдыхаю. А вообще у меня сплит. Тренируюсь практически каждый день, 6 дней в неделю. Из них сплит получается где-то, может быть, 8-дневный. Из них 2-3 тренировки ног. Как дальнейшнее скидываешь все мышцы за тренировку качать или раздельно? В зависимости от твоей подготовки. Если ты с нуля начинаешь заниматься, то, конечно, все мышцы за одну тренировку. Вот, как только ты адаптируешься, твой организм адаптируется к этой нагрузке, тебе уже недостаточно одной тренировки, поэтому стоит разделять. Сначала наверх-низ, потом по группам мышц. Вот так и происходит деление на группы мышц и плодирование сплита. Есть ли планы тренироваться с кем-то из зарубежных спортсменов для записи на YouTube? Ну, что ты имеешь в виду? Тело-время вот повыходило уже с зарубежными атлетами, легендами. Как борешься с грыжей спины? Вот вчера рассказывал про это. Профилактика. Самая главная профилактика. Она меня вообще не беспокоит. Даже, когда приседаю там в районе 300 килограмм. Вот, что делаю? Постоянно делаю гиперэкстензии перед каждой тренировкой в качестве разминки. Постоянно вишу вниз ногами на таком тренажере. Можно купить себе такие есть антигравитационные ботинки. И вниз головой висишь на турнике. Знаете, да? Крепите ноги к турнику. Очень классная вещь. То есть вытягивает позвоночник, чтобы не было гипертонуса в области грыжи. Так, голем у тебя одно из самых проблемных мест. В смысле пропорций нет. А с кем? Так, 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 так. Полезнее ли качать ноги в два дня? То есть день вверх бедер, а второй бицепс бедра. Ну, вы имели в виду, наверное, подрицепс бицепс бедра. Да? Да, да, да. Но опять же нужно смотреть на уровень подготовки. Разделять ноги на два дня нужно в том случае, когда вам недостаточно уже тренировки одной, чтобы прокачать все мышцы ног. Почему не ведешь письменный блок? Потому что люди любят смотреть видео. Раньше ввел, раньше писал статьи, сейчас как-то более все видео. Так, 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 так. Если смысл долбить икры через день Ну икры Как и предплечье Относятся к так называемым Жестким мышечным волокнам Поэтому Смысл есть Вы все с чайком пришли? Мы пришли тоже с чайком Заходите В гости к вам Андрей качаюсь уже 6 лет натурально Фарму решил не принимать Главные аспекты какие для меня? Во первых респект тебе Потому что если нет Мотивации выступать То смысл ее принимать Аспекты самые главные Восстановление прежде всего То чего ты не получаешь И то в чем плюс Собственно говоря Фармагологии Вот поэтому больше внимания На На сон На режим На питание Что касается Самых тренировок То Не стоит Сильно Уходить в силовую На 4-6 Но так же не стоит Ставить ставку на памп Потому что памп Это все-таки такая история Зайка аккуратно Горячий 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 Чаек Кто там? Кого ты там увидела? Кто у тебя нарисован? Владивосток Привет Спроси Арину Тут жена интересуется Как не набрать лишнего веса Во время беременности Пурпе на связи Ничего себе Ну лишнего веса Во время беременности Невозможно вообще не набрать А как не набрать совсем лишнего? Не беременеть? Нет Не объедаться В первую очередь В первую очередь питание Вот и все Ну не все конечно Это просто такая тема Большая Что ее О ней я расскажу В своем перископе Да Орехи каждый день ем Да Такая она у нас Она такая у нас Да Софийка Иди Дай поцелуй папку Она занервничала опять Из-за стирания Маши Горячий Горячий Не трогай Софийка Приезжай ко мне в Грузию Приглашай Приглашаю Приедем Часто отдельное предплечье Так Качаешь отдельное предплечье? Нет Никогда не качал Просто Все делаю Кроме тренировки спины Без лямок И становую тягу Ну с умеренным весом Делаю без лямок Этого достаточно для предплечий Вот Жим гантели Когда беру Тоже таскаю Сам гантели Там и по 70 килограмм И это нормально На предплечье дает Как относишься К притреникам С насторожностью Отношусь К притреникам Вот Потому что Их нужно принимать Не на постоянной основе Надо принимать их Не на постоянной основе А В виде исключения То есть Когда вы устали Допустим сильно Либо Когда у вас приоритетная тренировка Допустим ног Только тогда Если вы принимаете На постоянной основе При тренинге То это Нагрузка на почки Нагрузка на печень И Конечно же Нагрузка на Нервную систему Центральную Потому что Она всегда Вы ее встряхиваете И ей Нужен Определенный отдых И определенное время Чтобы восстановиться Восстановиться Поэтому При тренике Да Но редко По твоему Возможно ли Одновременно Сжигать жир И растить мышцы Без фармы Думаю что нет Ты любишь Тренироваться С кем-то Или один Я всегда Тренируюсь С кем-то С ребятами Тренируюсь Потому что Нужна помощь Всегда Что скажешь В день Цельных Куриных Яиц А Сколько Можно кушать Ну Я вообще Положительно Отношусь К яйцам И к желткам Тоже Мне кажется Это миф Насчет холестерина Тем более Холестерин Нам необходим Тестостероновым Ребятам Для Ктуарина По нации Ой Там смеси Какие-то Я ее Цыганкой Называю Вот Поэтому Про яйца Ну Я ем Штук Шесть В день Цельных Плюс Белки Поэтому Особо Не парюсь Как думаешь Появление Профи Вегетарианцев Абсурд В бодибилдинге Или что В бодибилдинге Считаю Что Да Больших высот Все-таки Не добиться Вегетарианцам Потому что Необходим Именно Животный Белок В большом Количестве Потому что Именно Животный Белок Имеет Развитую Аминокислотную Цепочку Вот Ни один Растительный Белок Тебе Столько Аминокислот Не даст Вот Но Я за Вегетарианство В целом В целом Я за Вегетарианство Просто Я понимаю Что У меня Допустим Не тот Период Чтобы Становиться Вегетарианцем Но Ближе К Так скажем Пожилому Возрасту Я Перейду На Вегетарианство Потому что Зашлакованность Организма Больше Белка И так Далее Тренируешься В основном В какое Время В основном Вечернее Сейчас Вот Еще По делам Поеду Туда Сюда И Зальчик Какой план У тебя На этот Год Есть ли Желание Попасть На Олимпию Попасть На Олимпию Вы имеете Ввиду Посмотреть Да Я так понимаю В планах Нет Потому что Я Не совсем Еще Спланировал Год С точки Зрения Буду Выступать Если Буду То Когда Вот Сейчас Все Зависит От Моего Отдыха От Результатов От Восстановления И Дальше Будет Видно Ну и Параллельно Конечно Куча Дел И Интересных Проектов Поэтому Следите Все Будет Все Будет Как Избавляешься От Зашлакованности Ну это Очень Большая Тема Для Разговоров Во-первых Профилактика Это Всегда Чистая Еда Я Не Ем Никаких Фосфудов Никаких Транжиров Молочку С Использованием Дополнительных Каких То Регуляторов И так Далее Тоже Не Использую То Максимум Чистой Еды Кардио Тренировки Всегда Тоже Помогают Выводить Шлаки Ну и Конечно Ж Непосредственно Препараты Это Желчегонные На Растительной Основе Всякие Хафитолы Мурососаны Тыквиолы Тоже Масло Тыквы И так Далее И так Далее Как часто Можно делать Кардио И сколько По времени Если Идет Речь О Массонаборе Хороший Вопрос Я думаю Что Два Три Раза В неделю По Двадцать Тридцать Минут Не Навредят А Только Помогут Потому Что Чем Выше У вас Обмен Веществ Чем Так Скажем Более Более Раскручиваем Тем Лучше Набирается Мышечная Масса И Хуже Жировая Поэтому В этом Надо Быть Заинтересован Так Так Может Лишний Сон Всутки Скажем Влиять Наоборот Отрицательно Да Может Пересыпать Тоже Плохо Да Интенсивность Небольшая Чтобы Вспотеть И Все Так Молоко И Производные От Молочных Продуктов Вредны Для Взрослого Человека Что Ты Думаешь По Этому Поводу Я Поддерживаю Эту Теорию Вот Не Не Зря Что Большинство Взрослых Организмов Не Переносит Молоко Да Лактозу Вот Как бы Природа Намекает Нам Что Это Не Совсем Для Нас Но Человек Он Существо Упертое Он Все равно Находит Какие-то Безлактозные Молоко Да И так Далее И так Далее Все равно Стоит На Своем Я Тоже Молоко Не Использую И Если Провести Паралель К примеру С Животным Миром То Никто Молоко Кроме Как В Период Рождения Да И Формирование Не Пьет И Не Использует Кроме Человек Что Посоветуешь При Министке Упражнение Что Ты Имешь В В Хотел Выпустить Свою Линейку Питания Нет Пока Не Хотел Андрюха Привет Володя Володя Привет Какой Володя Так Володя Подарок Еще Тоже Не Понял Пиши Дальше Твое Мнение По поводу Углеводного Окна Дальше Не Прочитал Ты Имеешь Ввиду После После Тренировочного Если Да Напиши Расскажу Про Это Давайте Вот Последние Вопросики И побегу К своим Девчатам Да Положительно Отношусь Не Совсем Верю Той Теории Что После Тренировки Нужен Белок И Спустя Некоторое Время Углеводы И Тоже Это В принципе Аргументирую Сам Всегда Делал Так Углеводы Вместе Белком Сразу После Тренировки Если Позволить Здоровье До Какого Возраста Хотел Бы Качаться Имеется Ввиду Для Себя Ну Тут Даже Даже Если Поздно Вечером Тренировки Всегда Буду Тренироваться Это Уже Необходимость Потому Что Сердечко Подувеличено Да Как И У Всех Силовиков Поэтому Лучше Гонять Кровь До Тех Пор Пока Ты Жив Ну И На Этой Положительной Ноте Отлучусь Всем На Связи Увидимся